Что ты знаешь о психопатах? Ну, знаете, я знаю то, что вот психопатом, например, я являюсь. Это очень интересно, я люблю говорить про себя, поэтому поговорим немножко о психопатах. И я вам сейчас зачитаю некоторые характеристики психопатов, которые очень перекликаются с тем, что происходит у меня. Вот, тут есть даже замечательная статья на эту тему. Итак, перед вами 11 проявлений в поведении психопатов. Это частые акты агрессии. У меня они вполне себе присутствуют. И отсутствие эмоционального контроля в сочетании с любым подобием эмоционального состояния часто приводит к насильственным актам агрессии. Психопаты могут или не могут физически причинить кому-то вред, но они почти всегда эмоциональны и оскорбительны в устной речи. Я очень часто эмоциональны и оскорбительны в устной речи, особенно по отношению к недостойным людям. То есть у меня мир, вообще люди делятся на два типа, это достойные и недостойные. Поэтому к тем, кто достоин, я отношусь максимально лояльно, а к тем, кто недостоин, максимально нелояльно, скажем так. Но вы эту мою сторону не особо видели, потому что вы все достойные. Выстраиванный поиск острых ощущений. Под острыми ощущениями следует учитывать привычный для нашего понимания адреналин, ради которого люди так любят прыгать с парашютом. Психопаты склонны к действиям, которые стимулируют их ненасытное стремление к опасности. Ну тут хуйня написано в этой статье, это не стремление к опасности, а просто скука. И скучно становится, поэтому хочется пиздец какой-то делать. Ну вот, тенденции к манипуляции. Здесь нет ничего удивительного, но у психопатов есть заслуженная репутация квалифицированных манипуляторов и обманщиков. Без внутреннего голоса, направляющего их к правильному или неправильному пути, они часто манипулируют и обманывают кого-то не иначе, как ради личного развлечения. Ну, у меня нет такой тенденции, чтобы вот прям обманывать людей ради личного развлечения. Но есть, конечно же, такой грешок, я иногда люблю откровенно потроллить, вот жирно и чтобы все охуели, скажем так. И в этом проявляется моя черта манипулятивная, скажем так. Им не хватает неподдельных эмоций, гнев, ревность, разочарование и ярость, типичные психопатические поведенческие черты. Психопаты избегают более глубоких эмоций, например, доброты, сострадания, сочувствия и любви, для более легкодоступного поверхностного разнообразия. Это, опять же, писал какой-то вонючий христианин, явно, и он не понимает, что темная сторона силы, она ничуть не менее глубокая, чем светлая, так сказать, а также более, скажем так, ярко выраженная. И вот именно, что гнев, ярость, ярость, это вообще очень сильные эмоции, надо сказать. Это намного сильнее, чем всякое там вонючее добро, потому что вот это вонючее добро, оно просто смешивается с говном, как только сталкивается с яростью и гневом, понимаете, в чем дело. Гнев – это уничтожательная сила, вот, а уничтожение всегда сильнее созидания, чуваки, потому что всегда проще ломать, чем строить, и вообще, как бы, уничтожать, и вообще, как бы, вся вселенная движется к неминуемому уничтожению. Следовательно, сила разрушения, сила темной стороны получает, ну, что сильнее, как бы, чем все это светлое говно. Это, конечно, не отменяет того, что светлое говно, оно светлое и позитивное, и что неплохо бы, конечно, светлым говном тоже обмазываться, но из этого не следует, что гнев и ярость – это какая-то хуйня, правильно? И, тем более, что это что-то там менее глубокое. Да нихуя это не менее глубокое, блядь. Итак, пятый признак – они хотят извлекать пользу из людей. Но я вообще пытаюсь извлекать пользу из всего, и не только из людей, я вообще из всего пытаюсь извлекать выгоду и пользу, и все, что приумножает могущество, скажем так. Некоторые психопаты не видят личной выгоды, как это делают другие, они просто болеют острыми ощущениями в результате своего манипулирования. Опять же, хуйню написали, блядь, явно они относятся к психопатии, как будто это что-то плохое. Другие будут использовать доброту и доброжелательность, чтобы получить что-то, это может быть что угодно. Деньги, власть, слава, временно удовлетворяющие ежеминутную потребность. Ну, нихуя себе, власть и слава временно удовлетворяют ежеминутную потребность, видите ли? Ну, это явно вот какая-то пропаганда ничтожества в этой статье, потому что власть и слава, вот вообще такая вещь, как слава, она нихуя не ежеминутная потребность. Это хуйня, которая сделает тебя практически бессмертным на какое-то время. Ну, то есть, человек, который добился власти и славы, он, скажем так, продолжает свою жизнь в умах других людей, и, скажем так, это явно не перекликает с термином ежеминутная потребность. Они не испытывают сочувствия, это шестой признак. Для психопата свойственны неглубокие хаотичные отношения, потому что им не хватает одного важного качества – сочувствия. В исследовании, опубликованном в журнале «Хуй знает каком», исследователи изучили изображение мозга, и какую-то хуйню там, в общем, нашли, и завершилось оно тем, что люди с психопатией не смогли показать нейронные сети, которые могут способствовать чуткому беспокойству. Но просто, опять же, достойный человек не занимается хуйнёй, поэтому, как бы, вот такая вещь, как сочувствие, оно, конечно же, есть, но просто достойный человек не занимается из-за этого какой-то рефлексией бесполезной, потому что нахуй надо, как бы, ресурсы мозга переводить на всякое говно. Ресурсы надо экономить, скажем так, они не бесконечны. Так, седьмой признак – они безответственны. Как ожидалось, психопаты не берут на себя ответственность за своё поведение, а вместо этого они пытаются привить чувство вины своей жертве. Всё верно, они не только уклоняются от ответственности, но и унижают жертву. Но это, опять же, всё какое-то, короче говоря, пропаганда, философия ничтожества, потому что тут написано так, как будто бы, собственно, вот объект, который тут назван психопатом, обязан, скажем так, брать на себя ответственность за всякую хуйню, которая от него не зависит. Что значит ответственность за своё поведение? Моё поведение зависит от поведения того, как ведут себя другие люди. Если ко мне, например, приходит какой-то чувак и кидается мне какашкой в лицо, да, как бы совершенно естественным образом оказывается так, что ему в ответ от меня нахрен топор прилетает промеж глаз. Правильно? Правильно. Потому что, и это нельзя говорить, что это безответственность, это очень даже ответственность, это как бы глаз за глаз, зуб за зуб всего-навсего. Это абсолютно нормальное и естественное поведение. Какого хрена они пытаются написать тут, что вот это всё какая-то болезнь, психопатия, это, блядь, всего-навсего. Как раз и есть истинная ответственность перед миром. Ты ему берёшь и отвечаешь, как бы, на всякую вот хуйню, короче. Ну и, соответственно, если тебе что-то хорошее делать, надо чем-то хорошим отвечать. Так что хуйню тут пишут. Короче говоря, давайте я закончу читать эту ебучую статью, а то у меня пиздец от неё в голове происходит. Мне хочется пойти и всех замочить.